ребят всем большой привет хочу с вами поговорить немножко об абстрактной живописи что это как ее понять зачем она нужна и вообще как относиться зайдем на сайт вот этого музея fitzwilliam museum я ссылочку оставлю в описании и поищем что у них есть в коллекции из абстракции так поехали вот 29 у нас результатов абстракт дизайн это какие-то арт-принты что тут еще есть давайте рассмотрим вот эти вот принты да вот например первый принт о чем это да первый вопрос который задаем мы себе это вообще что как это воспринимать и наш мозг начинает судорожно искать вообще информацию нашей памяти о предметах который напоминает нам вот это кому-то покажется здесь фонари да какие-то уличные кому-то кресты вот кто что увидит кто-то увидит абстрактный букет цветов может быть зеленые вот эти вещи напоминают здесь вообще ничего нет такой информации как это сделано но я вижу что это похоже на пастельные мелки на самом деле и штрихи тоже напоминают так ну что еще здесь есть вот еще какой-то принт да вот например какие-то полосочки у кого более развита фантазия увидит здесь лодочки плывущую в море у кого не очень скажешь что замазня на самом деле я услышала такое классное мнение об абстрактной живописи это то что абстракция заставляет наш мозг думать размышлять потому что когда мы видим картинку вот типа такого дома на наш мозг в принципе понимать что это деревья да и все им перестает как бы дальше анализировать наслаждается цветами и так далее когда мы видим какой-то абстрактный рисунок наш мозг начинает функционировать в сторону с поищем еще сторону того чтобы понять вообще что это да но на самом деле вот такие вот штуки как солнечные тюльпаны да вот здесь мы видим мы здесь естественно и увидим тюльпаны но вот эта вся композиция она достаточно завораживает она флористическая и она вполне понятна для нас то есть я бы не назвала это абстракцией сейчас я надеюсь я найду еще какие-то абстрактные работы по дате посмотрим несколько работают например на такую абстракцию называется она large orange что означает большое оранжевое да вот здесь просто как бы для лично моего восприятия и вообще не пойму о чем это но вот этот свет он меня просто приглашает до манит как бы он воздействует на мою чувствительную сторону то есть я не могу понять что это но я заинтересована да цветом комбинации вот я начинаю искать рассматривать вот такие картины они призваны чтобы остановить ваше внимание да заинтриговать задержать вас на том чтобы вы рассматривали ее и искали какой-то путь решение понятно для себя что это вообще давайте возьмем еще вот эту картину этого же автора этого же автора роджера сутона да такая вот его работа тоже совершенно непонятно о чем это комбинация белого и синего и черного вот просто зрение ходит по кругу да в этих элементах картины какие-то находит сходства с предметами которые вы уже видели где-то да вот например вот это похоже на какую-то бутылку или мешок вот это как то ли лицо маска корабль какой-то море отблески света начинает просто елозить до сознание по этой картине и тебе интересно и рассматривать и она на тебя воздействует как-то плюс еще конечно когда ты смотришь на эти картины в оригинале цвета совершенно другие чем когда в электронном виде вообще любые картины я рекомендую смотреть только в живую вы получите совершенно другие ощущения так здесь вот какая-то версия на самом деле похоже она не то открылась давайте вот это посмотрим абстракцию она какая-то такая интересная тоже здесь огромное красное пятно да но комбинация красного белого черного это такая классическая комбинация но здесь еще добавлен оранжевый цвет то есть понимаете кажется любой ребенок может так нарисовать но не любой поверьте комбинация цветов форм объектов это не все так просто например размеры этих фигур вообще не повторяются во первых для здесь композиционно заложено все так что есть один крупный предмет и все остальные на фоне мелкие то есть для того чтобы создать такую картину в принципе нужно много чего знать есть вероятность того что вы можете сами создать удачную абстракцию но когда вы понимаете что вы делаете как бы это совершенно две другие вещи и две большие разницы как говорится вот например вот эти даже полоски да здесь композиционно мы видим все вертикали но они ни одна не повторяется то есть когда человек начинает рисовать какие-то полоски он старается делать их похожими ритмичными здесь ритм совершенно нарушен да здесь вот нет повторяющихся размеров предметов предметы это как бы вот эти части цвета да поэтому эта картина тоже вызывает какую-то эмоцию ты смотришь и думаешь блин как круто выглядит причем очень интересное сочетание черно-белое классическое да плюс красный и синий это холодный теплый цвета то есть если вы в этом немножко разбираетесь вы сразу обратите внимание и оцените гармоничность этой картины когда совмещаются эти вещи вот соответственно опять же повторюсь что в живую особенно еще важен размер картины это может оказывать очень классное влияние в каком-то интерьере эта картина будет смотреться очень круто вот я сейчас попробую еще найти какую-нибудь абстракцию показать вам такие вот разводы не могу сказать что я в восторге от нее вот но как вы видите здесь очень гармонично вписанное женские тела я даже сначала не поняла что это так да какая-то такая иллюзия иллюзорная история но не просто да нам в лоб разместили женские тела а они как бы скрытые они завуалированы это все очень тонко выглядит и впечатляет ты как бы погружаешься в эту атмосферу мне кажется вообще создание атмосферы для любой картины это первая очередная задача художника потому что нарисовать домик или дерево может практически каждый а создать ощущение какое-то правильное которое было в тот момент когда художник на пленере ее создавал или что-то срисовывал от куда-то вот именно состояние природы и ощущений передать в картине и когда ты смотришь на нее ты это ощущаешь вот это самое важное я надеюсь немножечко я вам помогла разобраться с абстрактной живописью если вам интересен такой формат видео напишите мне пожалуйста в комментарии я в принципе рисую пишу абстракция это одна из моих любимых тем мне есть образование художественное и я также преподаю поэтому я немножко имею право как бы что-то высказывать на эту тему я считаю вот ну например еще вот такая история с пятнами дамом завершение посмотрим тоже кажется любой может сделать но вот почему-то не все делаю да ну как-то вот все-таки надо немножко колористике разбираться и считывать эмоцию от картины вот здесь вот в отличие от предыдущей картины нежная такой расслабляющий здесь энергичная очень история до динамика чувствуется ну вот попробуйте все-таки научиться воспринимать непонятную для вас живопись и я думаю что мир искусства и живописи и походы музея станут для вас намного интереснее пишите пожалуйста комментарии всем отличного дня и супер настроение